Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Тарамобил на Янаульской 1А Напомним, что весной 2014 года Шамиль Халитов исполнял обязанности главы администрации Нефтекамска и был им до 30 марта. 31 марта в должность вступил Рашид Давлетов. Однако в тот же день Халитов успел подписать документ как ИО главы и тем самым превысил свои должностные полномочия. Речь шла о выделении земельного участка для определенной организации под строительство многоэтажного дома на улице строителей. Это произошло вопреки установленным нормам закона. Таким образом судебное свидание доказано, что Халитов по первому эпизоду совершил действия явно превышающие его полномочия. Это по предусмотрению статьи 26 часть 1. Так как при исполнении служебных обязанностей совершил действия, которые относятся к полномочиям другого должностного лица. Мог быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или по законному акту. В результате таких действий чиновника городская казна недополучила примерно 4,5 миллиона рублей в виде арендной платы за этот участок. А другие претенденты и вовсе потеряли шанс участвовать в торгах за него. Чтобы компенсировать ущерб, городская администрация подала иск на Шамиля Халитова. Оставшийся за бортом конкурент также заявил требование о компенсации морального вреда за то, что ему не дали участвовать в торгах. Оба эти обращения суд выделил в отдельное гражданское производство. Это значит, что иски будут рассматриваться в суде дополнительно. Исходя из вложенного, суд считает, что заявлено потерпевшими сторонами гражданский иск оставить без осмотрения, признав за гражданскими местами, согласно пункту 2 статьи 39, части 20 статьи 39 УПК РФ, право на удовлетворение гражданской иск и передача вопроса о размере размещения гражданской иск для рассмотрения порядка гражданского судопроизводства. Прокуратура просила для Шамиля Халитова три года лишения свободы, два с испытательным сроком. Судья же наказание ужесточил и бывшего чиновника приговорил к четырем годам лишения свободы, три с испытательным сроком. Но можно сказать, что Халитову повезло. В тюрьму он не отправится, потому что свое преступление совершил до того, как президент Российской Федерации объявил амнистию в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. К тому же, экс-чиновник соответствует сразу нескольким пунктам федерального постановления. Его преступление не относится к разряду тяжелых. Ему более 55 лет, ранее не судим, имеет множество государственных наград. На иждивение двое несовершеннолетних детей. Все эти обстоятельства и привели к тому, что Шамиль Халитов вошел в число амнистированных. Но в ближайшем будущем ему предстоит судебные тяжбы по двум гражданским искам о компенсации вреда. Один из них намерена подать администрация. Поэтому имущество экс-чиновника нефтекамский суд оставил под арестом. Лариса Миронова, Валерий Зазулин. Информационная программа «Время новостей».